Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В школе в одном журнале ее видела фотографии великолепных платьев бренда Etro и долго не могла оторвать от них свой взгляд. Рассматривала каждую деталь узора. Это было что-то невероятное. Потом бутик Etro открыли в Екатеринбурге, и я каждый раз с замиранием сердца смотрела на их витрины. Сегодня у меня была возможность прикоснуться к миру этого итальянского модного дома и познакомиться с 50 нарядами, которые были выставлены в Музее современной культуры мудок в Милане. В этом году Etro празднует 50-летний юбилей. Во главе компании стоят дети создателя бренда Джераламу Etro Ким, Вероника, Якупо и Ипполито. Бренд знаменит своим фирменным узором пейсли, который Джералама впервые увидел во время своего путешествия в Индию. Неудивительно, что я питаю нежные чувства к этому бренду, так как он пропитан духом путешествий, любовью к искусству и дизайну. В одном источнике я прочитала, что библиотека семьи насчитывает около 3000 антикварных книг по истории текстиля, дизайну и искусству. Субтитры создавал DimaTorzok Юль, ну спроси у людей, может быть, они знают. Может быть, вы знаете, есть ли такая профессия людей, которые ходят на выставки и говорят, этот концепт я где-то уже видела, но в этом что-то есть. Определенно. Определенно, и получаешь из этого деньги. Да. Оставляйте комментарии, если вы знаете, как называется эта профессия, где можно выучиться, и вообще надо ли на это учиться. Претендент, кандидат. Вот. Если вы ищете такого человека, вы можете обратиться к Юле. Она будет ходить по выставкам и составлять рецензии. Очень даже, я могу. С главной фразой, да, в этом что-то есть. Слушайте, вот скажите мне правду. Вот вы бы стояли в очередь в новый Starbucks в Милане. Вот честно, я вам сейчас покажу, какая очередь. Вот серьезно, положа руку на сердце, скажу, что я бы время на это не тратила, каким бы он крутым, интересным не был. И так, на мой взгляд, это реально смешно. Тратить время на Starbucks, когда ты в Милане. Здесь есть пинокотека, тот же самый дом и ботанический сад Брера. Не знаю, не знаю. Ну, а так здание очень красивое. Прям очень. Очень люблю в Милане площадь Мерканти. Она такая средневековая. И на фоне современных зданий, конечно же, такой уголок спокойствия. И, кстати, это место, эту площадь, очень любят режиссеры. И здесь часто снимают фильмы. Еще здесь есть классное местечко, которое использовали как телеграф. Ну, там можно встать с одной стороны, около колонны. Ваш собеседник напротив встает, рядом с другой колонной. И так можно общаться, и вас никто не услышит. Но, к сожалению, сейчас это местечко на реконструкции. Мы с Юлей не смогли пообщаться. Юля, нам надо было ступать. Я вообще есть хочу уже. Человек есть хочет в Милане. Нет, Юля хотела есть пирожки под циротти. Но, как оказалось, она очень подготовилась к нашей поездке. Я все правильно посмотрела, и сегодня пирожки не работают. Поэтому, если вам нравятся такие факапы, у нас есть факап-тур. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Породка о еде в Милане. В общем, мы задержались немного, и во всех хороших заведениях либо не было мест, либо они не работают в воскресенье, либо они уже закрылись. Потому что мы же думали, что мы будем есть пирожки. Поэтому мы зашли... Это называется Mercato di Duomo, что переводится рынок Duomo. Здесь такой магазин и фудкорт. Я сказала, что особо здесь делать нечего, но поскольку мы очень сильно проголодались... Здесь же, кстати, есть Burger King, если кто-то любит фастфуд. Ну, в общем, сейчас я вам покажу, что я купила на 8 евро, и... Не советую, в общем. Это пицца Маргарита. Базировка, она основная лимонного сока. Очень вкусная. Многие, кто приезжает в Милан, ожидают увидеть театр Ла Скала, конечно же. И представляют его, ну, не хуже, чем большой в Москве. Но сейчас я вам покажу, как на самом деле выглядит Ла Скала снаружи. Внутри мы не успеем сегодня зайти. Заметка о миланском метро. Если вы думаете, что вы здесь успеете насладиться чтением приятной книги, либо путеводителю изучением карты, то вы ошибаетесь, потому что вы очень-очень быстро приедете до нужной станции. Мы не успели глазом моргнуть, как проехали две остановки и чуть не пропустили свою. И еще важное замечание по поводу станции железнодорожной Милана Чентрали. Вы закладывайте побольше времени, потому что здесь можно заблудиться и нужно все время подниматься на эскалаторе, если, например, вы приехали сюда на метро. И сейчас, например, мы с Юлей встретили небольшую пробку из-за того, что отключились эскалаторы. Поэтому не рассчитывайте на то, что вы в последний момент успеете заскочить в поезд. Возможно, вы не успеете. Поэтому заранее выезжайте. Обращаю ваше внимание, если вы путешествуете на региональных поездах в Италии, то вам обязательно нужно его прокомпостировать. Смотрите дальше, как это сделать. И после того, как вы прокомпостировали, обязательно проверьте, чтобы у вас была надпись. И обязательно проверяйте номер поезда. Потому что если вы сядете не на тот, то вам выпишут штраф. Как мы сегодня наблюдали. Женщину, которой выписали штраф аж 54 евро. А билет у нее 9 стоил. А билет у нее стоил 9. И, в общем, сразу же ее попросили оплатить этот штраф, не отходя от кассы, на месте. Вот. Спасибо большое, что вы посмотрели этот влог. Я буду рада комментариям, а также лайкам. Ну и подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас еще много интересных путешествий и видео.